Итак, коллеги, мы продолжаем серию лекций, посвященных проблемам социализации и капитализма. Это серия коротких материалов по 10-15 минут. Вначале я подчеркнул, что запись ведется в советской гостинице, она сохранилась со времен Советского Союза. Пальма здесь включительно антураж в поле, интернет в номере не работает, поэтому немножко шумновато. Но что делать, как можем, так и работаем. Я хочу предложить вам третий фрагмент. Во всех случаях мы говорим о реформах внутри капитализма. Реформах, которые нужны и возможны для того, чтобы подготовить качественно новое общество. Именно об этом сегодня идет речь. И мы, рассказав в предыдущих материалах о возможностях и необходимости дополнения рынка и одновременно противоречивого воздействия на рынок со стороны активной промышленной политики и планирования. Раз, социализации собственности, расширение общественного сектора, контроля и участия в управлении трудящихся и так далее. Два, должны сказать и о том, что необходимо, безусловно, решать проблемы, связанные с снижением меры неравенства. Подчеркиваю, неравенство – это та проблема, которая относится к числу глобальных и создает угрозы человечеству. Причем не только с точки зрения позитива, знаете, угроза, вызов, ответ на который новое общество, но и с точки зрения негатива возможностей, к сожалению, вследствие углубления социального неравенства, движения не по пути прогресса к социализму и коммунизму, а по пути регресса к феодализму или фашизации общества. Примеры такого мы, к сожалению, знаем в истории, и эти тренды существуют и сегодня. Еще одно маленькое введение. Неравенство – это не просто неравенство доходов, хотя мы будем говорить об этом, о социализации собственности и всем остальном мы говорили раньше. Но неравенство – это прежде всего неравенство в доступе к ресурсам и неравенство в распределении богатства. Неравенство в доступе к ресурсам решается за счет социализации образования, здравоохранения, жилья. Я об этом говорил. Неравенство в распределении богатства решается за счет социализации собственности. Полностью эти проблемы внутри капитализма снять нельзя, но частичные подвижки возможны. Возможно они и в том, что касается неравенства в доходах. Я подчеркну, что в разных странах, где господствует капитал, это неравенство существенно отличается. Если в Соединенных Штатах Америки это, ну давайте возьмем в качестве показателя неравенство соотношение 10% самых бедных и самых богатых семей. Так вот, в США это неравенство 10% и 10% составляет 13 с лишним раз. В Европе, как правило, 8 раз. Плюс-минус 7,5-8,5-9. В странах Скандинавии порядка 7. Чувствуете, какая разница? А в России 15,5. Есть страны, в которых оно достигает 20-25 раз и более. Причем, если мы посмотрим на неравенство в Скандинавии, то окажется, что если бы не использовались механизмы перераспределения доходов, то это неравенство было бы таким же, как в США, если не выше. Но там есть механизмы перераспределения доходов, они работают и дают достаточно серьезный результат. Эти механизмы, хорошо известно, многократно обосновывались. Из-за них можно и должно бороться левым даже в рамках реформ на трекапитализме. Речь идет, ну хотя бы о такой элементарной мере, как прогрессивный налог на доходы и на наследство. В России он очень долгое время оставался одинаковым для всех, 13%. При этом собственники, получавшие огромные доходы, могли от него уходить, прячая свои доходы, во-первых, и официально избегая налогов в случаях инвестирования, во-вторых. Сегодня эта ситуация чуть-чуть скорректирована. Подняли на 2% налог для представителей высшего среднего класса, но эту проблему не решает. Напомню, даже в Соединенных Штатах Америки этот налог на миллионеров составляет сегодня порядка 35%, у времена Обама был 39%, а при Рузвельте 90%. Вы мне, наверное, не поверите, но это именно так можете проверить американскую статистику. И до 60-х годов прошлого века он оставался на уровне 60-70%, при том, что бедные не платили ничего. Сегодня налог в 50% и чуть больше процентов есть в скандинавских странах, при том, что бедные получают немалые пособия под 1000 евро. Поэтому возможности такого рода действий есть. Если бы мы их осуществили сегодня в России, то у нас радикально почти в два раза выросла бы минимальная зарплата, в полтора раза выросла средняя и медианная зарплата, ну а количество долларов-миллиардеров резко упало. Равно, как и других сверхбогатых лиц. То же самое касается налога на наследство и так далее. Нормальная ставка для социальной модели капитализма, подчеркиваю, капитализм, это 50% и более процентов на миллионеров, ноль, плюс пособия для бедных. Важнейший компонент, на самом деле, снижения неравенства, я это еще раз хочу подчеркнуть, общедоступность базовых благ. Образование, здравоохранение, жилье. Об образовании, здравоохранении мы поговорим как-нибудь особо. А сейчас я хотел бы подчеркнуть, что часто левых упрекают в том, что они хотят создать систему массового паразитизма, когда бедные будут ничего не делать и жить за счет тех, кто работает и получает большие доходы. Это не так. Большие доходы, как правило, получают именно паразиты. Те, кто даже если занимается активной предпринимательской деятельностью, то их доходы несоразмеримы с доходами управляющего, скажем, на коллективном предприятии. Так что это ложь. Доходы звезд и звездочек, попсы, шоу-бизнеса, профессионального спорта – это уже симулякры, экономика симулякров, о которой я многократно рассказывал. Но проблема паразитизма есть, и опыт скандинавских стран показывает, что это реальная проблема. Поэтому задача стоит не в том, чтобы платить всем, кто беден. Задача стоит в том, чтобы обеспечить каждому возможность труда, причем труда по возможности близкого к содержателю. А для этого надо деньги тратить не столько на пособия для тех, кто ничего не делает, сколько на бесплатную переквалификацию, повышение квалификации, обеспечивание рабочих мест и так далее. Важнейший компонент социализации, безусловно, это решение проблемы, которые сегодня считают неразрешимой в ближайшем будущем. Проблемы, связанные с автоматизацией производства. Но, прежде всего, пока автоматизация распространена крайне слабо. И тема искусственного интеллекта, роботов, стоявшие еще в 60-е годы прошлого века, до сих пор остается преимущественно сферой научной фантастики. Но есть проблема, которая действительно существует. Проблема того, что большая часть работников сегодня сосредотачивается в сфере, где в лучшем случае обслуживают, в худшем случае прислуживают. На самом деле, эта проблема, проблема излишней рабочей силы в условиях высокой производительности труда в перспективе автоматизации решается за счет социализации. За счет того, что бесконечно востребованными и бесконечно впитывающими рабочую силу являются сферы образования, здравоохранения, искусства, науки, конструирования, социальной работы, экологической и так далее. Действие деятельности, очистки общества и природы от грязи, которую создает капитализм. Поэтому эта проблема решается. Но до конца она, безусловно, в рамках капитализма не решится. Она может решиться только в рамках качества нового общества. Однако реформа в этом направлении возможна. И об этом я хотел специально подчеркнуть. В том числе за счет труда волонтеров. Это интереснейшая тема. Ну и еще один аспект, который я хотел бы подчеркнуть в связи с социализацией и капитализмом. Поздний капитализм – это система, где общественное воспроизводство, вот посмотрите на слайд, включает две сферы. Реальный полезный сектор, где создаются блага, и материальные и нематериальные, которые служат прогрессу технологии, прогрессу общества и, главное, прогрессу человека, решению экологических, социально-культурных проблем. И превратный и бесполезный сектор, где создаются симуляторы или блага, которые работают исключительно на накопление капитала, расширение продаж, решение проблем капитализма как такового, а не развитие человека, его производительных сил, его культуры. И вот сокращение превратного бесполезного сектора и расширение реального – это одна из тех задач, которую видят сегодня в том числе и представители левого центра. И даже предполагают некоторые шаги в этом направлении. Кстати, активная промышленная политика может и должна быть направлена в значительной степени именно на это, на выдавливание капитала из бесполезного сектора и создание условий для его более эффективного применения в реалии. По этому направлению идут многие правительства, левые правительства Латинской Америки, о чем я хотел сказать еще и еще раз специально. Вот здесь, пожалуй, мы поставим многоточие в нашей третьей небольшой лекции, в таком фрагменте цикла 10-15-минутных лекций, посвященных социализации капитализма. И начнем далее, так сказать, следующую часть с анализа противоречий и перспектив социализации. Но об этом позже в следующей короткой лекции. Субтитры создавал DimaTorzok